на всякий случай здравия всем и мы наконец-таки созрели до очередной алло хорошо в очередной записи очередного воспоминания которое вылезло и мы снова были разбитые немножко три бадан вырезала это несколько дней назад только сейчас собрались довольно почти собрались почти да какая-то старуха на меня как напала как во мне даже была такая белеса это субъективное ощущение таки на тонком плане прямо чуть не насквозь правит взглядом сверлит говорит отдай моё начал смотреть какая-то фигня абсолютно какие-то звуковые удары волны у меня голова гудит позвоночник перевернутый я с ней как-то дерусь чего не поделал со старухой я так и не понял потом попросил моно посмотреть вот вроде бы пулемене мы расчухались несколько волн воспоминаний моно рассказывай что за город гора такая большая это даже не гора знаешь как вулкан отдельно стоящий местность вокруг ровная достаточно как плоская вот как ну просто ровная поверхность и в центре огромная огромная гора вот как рисует допустим да вот эти вот олимп или как там вот эта вот все вот эти мифология греческая или какая там что вот один такой огромный эта гора похожа на кратер огромного-огромного вулкана. И в центре плата, в центре долина Ложбина, она немножко утоплена вглубь. То есть горы стоят со всех сторон, вот как знаешь, если изнутри этого кратера смотреть, вокруг, по кругу вот так горы, и находишься внутри, и там плата довольно большая, довольно огромная долина там. Был когда-то вулкан, но он уже давно потухший, настолько давно, что там уже образовался слой почвы, и построено даже здание. Здание, которое я вижу, оно практически разрушено. Можно сделать вывод, что когда-то это был замок, но сейчас как отдельно стоящие башенки, половину из них... Красивые такие, да, башенки, как вот Шахерезада дворец в сказках рисует. Да, вот что-то похоже... Фигурные, точёные башенки. Именно, знаешь, индийский вот такой стиль, как у них там Тадж-Махал, что-то вот такого плана. И вот разломано, он уже... И просто видно, что был когда-то ансамбль из зданий, которые объединялись всё в одно. А сейчас они между собой полуразрушены, но видно, что в этом кратере, в этой горе внутри этого большого потухшего вулкана, там не было большого города или поселения, там был один вот этот вот дворец, в котором жили люди. Эта старуха, которой ты говоришь, я её вижу со спины, и я никогда не видела её лицо. У неё волосы как спутанные, знаешь, толстые. Я даже не могу сказать, это волосы или это кабели. Вот седые такие, как условно говоря, у медузы горгоны, вот торчат в разные стороны. Ну, только никаких змей там нету, ничего такого нету, но они торчат во все стороны. Кабели какие-то с глазиками, смотрит она во все стороны, да. Да, они как кабели. И она мне странная, до половины как старуха, а внизу то ли шасси, то ли ноги съёмные у неё какие-то. Вот знаешь, как... Механические. Человек, да. И человек, и не человек. Большая часть нечеловеческая. И она вот по кругу этого кратера, условно говоря, внутри, она постоянно мне идёт как собака, бегает вот так вот. Она даже, я не помню, чтобы она как-то спала, я не вижу её сонной. Она постоянно охраняет территорию, как собачка. Вот бегает, бегает, это её, вот эта вот часть, это внутри всё её, она это всё охраняет. Я её в основном со спины всё время. Вот горбатая, чуть-чуть горбатая, высокая. Вот что ещё интересного там, кроме зданий частично разрушившихся? Травой поросшие какие-то остатки дорожки. Дорожка была мраморная и красивая, но она разрушена. Впечатление, что и колонны, и здания вот такие разрушены, как срезаны. Знаешь, не то, что там землетрясение какое-то разрушило, а именно как срезаны, расплавлены, срезаны вот какой-то волной, которая шла примерно, ну, если бы наши брать метричная система, примерно 2,5-3 метра. Эта старуха тоже, она выше человеческого роста, но люди намного, как знаешь, до плеча ей, если условно люди, ей, может быть, до плеча доставали, может быть, даже чуть меньше. Где-то 2,5 метра, да? Да, она довольно высокая. В этом дворце полуразрушенном была куча статуи. Красивые, как мраморные, белая кожа. И я, они не с камня было, это были застывшие люди. Я себя там помню очень хорошо. Вот расскажи с самого начала, как ты спала. Я спала, мы жили не внутри этого дворца. Дворец был давно разрушен, и дороги туда не было. Когда-то очень давно было соединение между тем дворцом, когда там ещё жили люди, когда там ещё были правители, и низом долины, и там, где жили люди. Но это соединение давно разрушено. Мы жили, я хорошо вижу наш дом, он был похож на, знаешь, до половины как втоплен в скалу. Снова же ровная поверхность, абсолютно ровная, и там нету гор каких-то. И степь, поле вот ровная-ровная, знаешь, мелкая какая-то растительность. И гора, не гора, а осколок скалы достаточно высокий на уровне. Ну, я так думаю, где-то трёх этажей, двух-трёх этажей. Это не то, что там громадина гора. Но вот такой огромный кусок скалы, он как треугольной формы. С одной стороны это прямой угол, вот так, а с другой вот так скошенный. И здесь у подножья какая-то как, ну, это нельзя сказать большой чащей, это как группа деревьев. И вот там в группе деревьев, среди этих деревьев поближе к этому утёсу наш дом был. Я себя помню в том доме, я себя маленькой девочкой помню, мне примерно лет восемь, максимум десять, ну, примерно десять нашими мерками пользоваться, то это лет восемь было, вот такого примерно возраста. Я спала, я помню родителей, я помню отца и помню мать, я помню, как к отцу приезжали какие-то группы людей иногда, знаешь, никогда не приходили по одному. Животные, на которых они приезжали, это подобно мулу, ну, не мул, а вот по нашему представлению больше всего это похоже на мула. Приезжали люди какими-то группами, трое, пятеро человек, вот такие небольшие, это не армии были, но несколько как человек, которые приезжали к отцу, они закрывались в каком-то, как сараюшко, и они там долгое время проводили вместе. Знаете, мы с матерью были в доме, мы их не боялись, этих людей, но мы всегда в стороне оставались. Других детей у нас в семье, я не помню, какая-то была корзина, помню младенца, но он то ли умер, то ли куда-то делся. Вот насколько я тогда своим детским умом запомнила, что этот младенец был, а потом он исчез. Скорее всего, он умер от какой-то болезни, от чего-то. И помню мать, которая очень сильно горевала над этой пустой корзиной. Корзина по типу, как, знаешь, огромная скорлупа большого ореха, вот такой формы корзина была. И помню, что не было возможности. Мальчик там был, братик, я помню, что он долгое время плакал, он совсем крошечный был, а потом умер. То есть, я так понимаю, не было какой-то медицины или кого-то, кто мог бы его спасти, потому что я не помню, чтобы кто-то приходил или кто-то этого мальчика этим мальчиком занимался. Только мать, которая какие-то тряпочки на него ложила, протирала его какими-то тряпочками, но он все равно умер. Отца, помню хорошо, он такой высокий, очень жилистый мужчина. И эти, которые к нему приезжали, я знала, зачем они приезжали. У него какое-то было дело свое. Он то ли был кузнецом, то ли оружейником. Вот скорее кузнец, который делал какое-то оружие. Делал по типу, как палки какие-то, или мечи какие-то. Он делал их довольно примитивные. И я знаю, что у него в том, ну, условно, это кузница, просто совсем не такое оборудование. Вот у нас есть кузня, это горн, это горнило, это там огонь какой-то. Там все было, какие-то другие технологии. Плавка холодная какая-то была. И я знаю, что у него на стене... Как прессы такие какие-то вижу. Да, да. У него на стене висело оружие, древнее оружие. Еще с тех времен, когда цивилизация была развита, и когда это оружие было какое-то мощное, сильное, когда она какой-то силой обладала. Я знаю, мама моя плакала и говорила, что если бы раньше этот бы ребенок наш, маленький, никогда бы не умер, этот братишка мой, он бы никогда не умер, это было бы все очень легко. А вот сейчас, в том положении, в котором жили люди, вот от этого, от всего умирали. Это оружие висело, им никто не бился, и отец его никому не отдавал. Хотя я знаю, что его хотели купить, ему предлагали, как скот какой-то предлагали, как что-то предлагали. У него там, по-моему, два, вот знаешь, как вот так скрещены между собой мечи, вот висели вот так, вот два меча, и посередине что-то такое большое, это не герб, это, ну, как панцирь черепахи огромный был. Вот это вот висело, и он его никому не отдавал, потому что это были древние какие-то технологии, те, которые были раньше. И я прекрасно помню, что он говорил, что 300 лет назад у всех примерно такие были, а вот сейчас всё произошло уже, и всё пошло в упадок. Я помню, что я спала, я проснулась от того, что какой-то странный звук, он меня очень сильно напугал. Я не смогла встать, потому что что-то меня как давило сверху или держало за ноги. Я пыталась посмотреть что там, но голова у меня как не подушкой, но каким-то предметом была закрыта. Настолько вот как корзина, допустим, что дышать я могла, но видеть я не могла. Мне было очень страшно, я чувствовала какие-то руки, и кто-то говорил мне, голос такой скрипучий какой-то, который просто как в голове звучал. Я не слышала, чтобы она говорила именно слова. Этот голос я как-то воспринимала, я не знаю, каким образом. Но я слышала, что если я на неё посмотрю, я сейчас сдохну, так как сдохли её мои родители. Вот именно «не умру», а слово такое было подобрано более уничтожающее, знаешь, унижающее слово. Что-то такое, да. Да, да. Вот как родители, так и я пропаду, если я на неё посмотрю. И я должна сидеть тихо или не орать, и она меня отпустит. Только я не могу и не имею возможности на неё посмотреть. Я кивнула вот так рукой, что я поняла её и согласна. И она за ноги меня отпустила. Она реально, то, что я видела на уровне ребёнка, ну, я, скажем так, только ноги её видела. Чтобы посмотреть на неё повыше, у меня не было возможности, потому что вот это как абажур или корзина, что-то у меня на голове, она надела что-то из домашней утвари. Знаешь, то, что было дома, вот условно ведро, условно корзина, условно абажур какой-то, что-то надела на голову, но оно мне не мешало дышать. Оно просто закрывало, как козырёк. Ну, она вряд ли удосужилась бы, чтобы делать мне какие-то козырьки. Просто это как козырёк, вот так закрывало, и я не смотрела. Я помню ужасно напугана. Она как какую-то верёвку или цепку мне завязала на ножку и сказала, чтобы я шла вместе с ней. Но в то же время она как-то передвигалась, она не шла. Впечатление, что она как скользила или шасси какой-то. Она тащила меня туда, вверх кратер вулкана. Там была вот так по спирали какая-то дорожка. Она очень быстро меня тащила. У меня не было возможности отдохнуть, и она сама не останавливалась, она не уставала. А когда меня утащила, она сказала, что сегодня уже некогда, я могу упасть где-то там и отдохнуть, но она приступает к своей работе. У неё много работы. А что делать мне, она объяснит потом, завтра. И вот мы когда вот спустились, она, я упала как… Я очень устала, пока туда шли. Мы поднимались, это очень-очень в гору. Такое впечатление, что мы целый день поднимались. Это солнце жгло, никто меня там не кормил ничем. Я просто поднималась, она меня просто тащила за собой, и всё. Я хотела кушать, она сказала, что деревья остались. Если я хочу, могу жрать деревья. Люди жрали. Но это не то, что жрать деревья, это кушать плоды, там какие-то плоды росли. Впечатление, что как стручки, вот такие огромные какие-то, их можно было разломать и есть. Такие же деревья росли там, в чаще, где, откуда я пришла, где был мой дом. Родителей я, кстати, не поняла, ну не видела. Это она просто сказала, что они погибли условно там, или умерли, и со мной такое же будет. И я поняла, что они мёртвые. Она забрала меня с собой, вот этой дороги, я не знала, как идти. Да я бы и не рискнула убежать. А то, что она сказала, что у неё есть работа, мне было интересно, какая у неё работа, но я увидела, что она всего лишь вот по кругу этого кратера внутри бегает постоянно. Я не могла понять, зачем она бегает. Она реально, как собака на цепи. Просто бегала, я храняла территорию. Ну, двигалась, бегала, ходила. Не суть, что она делала. Я это хорошо запомнила, недоумение, что не от кого защищать и не зачем это делать. Людей вокруг нет, никто на неё не нападает. Зачем она это делает? У неё как функция охранная была. Вот у меня единственное, что я её как собакой и называла. Вот знаешь, тот, кто охранник какой-то. Для себя я, ну, я с ней не общалась, как бы, но для себя я сделала. Там было тепло, там не было зимы, не было жаркого лета, там не было. Там постоянно, ну, условно говоря, субтропики, знаешь, или, ну, вот такое примерно. Тепло-тепло, но, блин, не такая же жара, и зимы никакой не было. Высоко очень. В горах там ни ветра не было, в этой горе внутри мы находились. Ни ветра, ничего. Я там у неё прожила, насколько я помню, на уровне где-то вот, может, года четыре, не больше. Потому что я себя запомнила, когда у меня прекратилось там проживание, это, скажем так, подростком таким, молоденьким, маленьким совсем подростком, я себя запомнила. И вот эта вот ночь первая, когда мне ужасно страшно, она бегает по внутри горы и скрипит всё вокруг. Она скрипит, и какой-то звук от неё такой странный. И вот я там сижу, я боюсь на неё посмотреть, потому что она мне сказала, если я хотя бы раз на неё взгляну, я умру не потому, что она меня убьёт, а потому что я не могу её видеть, она сказала. И я была напугана, конечно же, я маленькая девочка, боялась умереть, поэтому я просто лежала и ждала, или сон, или что угодно. Темно там было, там если садилось солнце, там было абсолютно темно, но не холодно, как почва была тёплая. Она не жаркая была, но вот не холодно там было. Насколько я помню, я просто на землю легла, под каким-то деревом, и я там практически всю дорогу, как жила в какой-то башенке, или где я не жила, вот где-то вот на открытом я жила, в башенке, в башенках, и по дорогам там было много статуй. На следующее утро, или через какое-то время, мне трудно сказать, какой промежуток по времени прошёл. Она, я помню, что она объяснила, что я должна делать. Такая, как чаша, или крынка какая-то, не очень большая, вот такая, вот, вот так я её держала. Ну, по сути, если бы я была взрослым человеком, наверное, другие бы параметры, а так мне, вот так вот было. И можно было, как такой ручеёк был, но он, фонтанчик или ручеёк, он как вот так вверх, и сразу уходил в то же место, откуда он бил. Он никуда не растекался. Вот такой мелкий-мелкий, он был, небольшой там фонтан, не сильный, а вот буквально, знаешь, ну, я не знаю, вот так вот. Я подставляла эту чашу, набирала воду, и в меня на руках, помню сразу, как волдыри. Потом я привыкла, приловчилась, только одну руку мочила, вторую не мочила. Нужно было набирать именно из этого фонтанчика воду и ветошь, тряпку искать. Постоянно они разлазили со временем, но можно было искать. Там очень давно не было людей. Там уже давным-давно этот замок был разрушен, но какие-то тряпки, ветошь, что-то можно было искать. То, что осталось, оно как расползалось. Но какое-то время этим можно было пользоваться. И мне нужно было протирать полностью эти статуи. На статуях тоже одежда кое-где осталась, но в основном истлела. Не важно было, чтобы полностью омыть всю статую. Главное, там лицо, руки, какую-то часть тела протереть, и дальше она как вступала внутрь, эта вода. И эти статуи не трескались. Если их не смачивать водой, они трескались, как, знаешь, вот как есть пережжённые, что там, вот, я не знаю, кракелюра это называется, вот как глина или что, вот идёт такой мозаикой и прям трескается. Если не смачивать эти статуи, они просто трескались, и нельзя было этого допустить. Вот то, что я должна была делать, это постоянно ходить к статуи этих, это было много, там, несколько десятков, наверное, ну, около пятидесяти, если не больше. И я видела там развалины этих статуй на дорожках лежали, вот в этом, вот в этом периметре, который она окружала, это не периметр, это круг, в этом радиусе, который она окружала, были видны, как трава поросла, и кое-где остатки этих статуй, которые уже были рассыпаны, скажем так. Но те, которые я смотрела, мне нужно было смотреть за ними. Они там, ну, штук пятьдесят, может, больше. Они во дворце, в глубине, да. Да, 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 они под крышами были, а это, ну, внутри тех вот зданий, там были несколько башенок, и в одной башенке, во второй, в третьей вот такие вот стояли. И некоторые, видно, что они как зата, ну, затащены были туда, она их как туда протащила и поставила, вот как создавала, вот в этой комнате там хранится, в этой, в этой вот там. И мне нужно было их все ходить, протирать, чтобы они не пропадали. Это были статуи, в основном, мужчин молодых и не очень женских статуй. Я видела только одну статую женскую. Я долго там жила, и это была ужасная жизнь, в том плане, что там не с кем было вообще говорить. Пища у меня была однообразная, я ела то, что срывалось с тех деревьев, которые остались, которые не были разрушены там, в этом, ну, на территории этого разрушенного дворца, и которые не умерли. Но как-то на еду, вот, не помню, это было, знаешь, как хлебное дерево. Оно такое, мякоть какая-то была, довольно, ну, как у плотной, не знаю, как у чего сказать, как у каштана, у какого-то вот этого. Оно не было там, как хлебное дерево, что-то такое было. Баньян, реально хлебное дерево, только не такое разлепистое там. Ну, в общем, понятно. Да, вот это я кушала, постоянно только этим питалась. Она никак со мной не коммуницировала, не разговаривала. Она вообще выполняла свою вот работу, что она считала работой, свои функции. Она больше ничем там не занималась. Она постоянно этот периметр проходила, этот круг проходила. А я занималась своим. Мне было очень скучно, и я, ну, как любой ребёнок, как любой человек, не знаю, то ли сошла с ума, то ли вряд ли, чтобы это было прям сумасшествие, я просто придумывала, как себя забавлять. Игра. Я представляла, игра. Я просто представляла вот эту фигуру. Это, допустим, мог бы быть там охотник. С этим дядюшкой, я его называла там условно дядюшка Поль. Я представляла, приходила, и пока я его протирала, я представляла, говорила, что вот мы завтра с тобой пойдём там куда-то на охоту, там неважно куда, но как-то вот те функции, которые я знала, ту работу, которую я понимала тогда девочкой, что вот это можно делать, вот это можно делать. Я как вот наделяла вот эти статуи, что с этим мы там будем играть, с этим будем куличики лепить, с этим будем там танцевать. То, что я говорила с этими статуями, мне же с кем-то нужно было говорить. Но они были все старшие, и все эти статуи, это были статуи взрослых мужчин. Некоторые были пожилые, некоторые были взрослые мужчины. Там только одна статуя была молодого парня, ну не ребёнка, но подростка, 15-16 лет. Там была одна комната, которая сохранилась в отдельной башенке. Высокие-высокие своды, они не разрушены были, довольно крепкое строение было. Оно как круглой формы, или, скажем так, многогранной формы, скорее многогранной. Там не восьмиугольник, их больше. По центру была большая колонна. Как большой кристалл, как внутри большого кристалла. Это была тоже многогранная такая комната. Да, она многогранная, а по центру вот шёл какой-то как колонна, столб. Он был такой фигурный, и впечатление, как знаешь, ну как бутылочное стекло, блин. Оно было не то, что прозрачное, вот как дно у бутылочного, толстое, очень мутное. Но в то же время оно вот такое было, и как-то форму имело, как за витками. И от него вот так к стенам арки такие арочные расходились, подпорки, скажем так. Там было как тронное зало. Я знала, что это были короли. Или, ну вот короли мне идёт, как слово правители были. Там была женщина, которая стояла возле трона. Она стояла в этой же позе, вот замершая статуя. Там стоял мужчина, взрослый мужчина, который вот так как рукой закрывался. В такой позе он и застыл. И там был мальчик, примерно лет 15-16. Это был единственный мальчик, тело молодого человека, статуя молодого человека. Я больше всего была расположена, скорее всего, даже потому, что это был, ну я была ребёнком, и это был как ребёнок. И я представляла себе, придумывала, что это мой друг, что это принц, что он когда-то оживёт, что он меня спасёт. Я играла с ним больше всего, и я больше всего была расположена к этой статуе, рассказывала какие-то свои истории, какие там могли быть истории, свои слёзы какие-то. Вот этому мальчишке я рассказывала. Такой лобастенький-головастенький. Лобастенький-головастенький ребёнок, вихрастый немного, не ребёнок, молодой человек уже. Молодой человек, да, лет 16, который застыл вот так вот, как-то, знаешь, вот впечатление, что у него тут что-то было, на тот момент уже ничего не было, как вот доставать бы, знаешь, кортик, меч, что-то. Вот такая вот поза, вот так вот, он и застыл вот так вот, руками что-то пытался достать. Он был обычный, не успел достать, но он был обычный. Да. Вот это что-то уже не было. А вот этот вот мальчик был. Я больше всего с ним, я более тщательно его, скажем так, протирала, потому что я понимала, если я перестану протирать, она распадётся. На тот момент она мне, соответственно, никак не объясняла, что я делаю и зачем я протираю эти статуи и что это за статуи. Она мне не объясняла. Я просто видела, что они тёплые. Они, если это мрамор, то он живой мрамор, то есть это были окаменевшие люди. Внутри их, как теплилась жизнь, она не так шла, как в мире. Она, условно говоря, очень медленно текла. Знаешь, но какие-то он не умирал. Мысли были медленные, да, очень медленные. Но продумать получалось многое. Что с ручкой твоей было, той, которую ты протирала? Ручка у меня скрюченная была совершенно. Уже по запястью, эта ручка была чёрная такая совсем. И кожа полностью тянула, знаешь, вот как обугленная, условно говоря. Мясо уже пропало, а только кости, сухожилия и ручка. И эта чернота расползалась дальше по телу. Я понимала, что я умиру, потому что таких, как я, я видела четыре тела других девочек, которые до меня там жили. Возможно, были и другие ещё, но я других не помню. А эти четыре тела я пыталась похоронить даже. Я косточки собирала. Я понимала, что эта же участь ждёт и меня, что со временем вот эта чернота разлезется по всему телу. От той воды это была мёртвая вода. Это была вода, которая удерживала плоть, которая сковывала плоть. На статуи, на те, которые уже были окаменели, она действовала, как какой-то цемент. Знаешь, она не давала им распадаться. А вот если я была живым человеком, я не была окаменевшей, то она просто... Моё тело живое окаменело от этой воды. Там было обратное время. Вот я не понимаю сейчас, как я просто вот окунаюсь туда, и информация приходит. Обратное время там пошло как-то. Для себя я понимала, что там это есть мёртвая вода, что это какая-то вода, от которой всё умирают. Если её вылить там на траву, кусочек, куда я выливала эту воду, после того, как её там уже чуточку остаётся, она просто всё умирала. Это было мёртвая вода. Вот и моё тело, и я потому и пыталась только одной рукой промывать, чтобы замедлить этот процесс пропадания своего тела. Знаешь, но это всё равно расползалось. Я понимала, что, скорее всего, через какое-то время я умру. Но там не было такого, что я очень хотела жить, потому что жизнь там была никакая бессмысленная. Это просто тупо, никого, ничего. Это полуумная какая-то, то ли собака, то ли старуха, то ли непонятно кто, который вот ездит, и всё. И людей там не было от слова совсем. Новых статуй не появлялось. Это не горгон, но это церцена какая-то. Она подходила иногда, и как рука у неё была, она ложила на эту статую, как на макушку, вот так. Я не знаю, что она делала. Впечатление, я думала, она жрала, как-то вытягивала силу из этих людей каменных, которые стояли. Они были, понимаешь, это не мёртвые, они живые. Душа их была в этом теле, вот в этом закрытом теле. И она как-то подпитывалась, потому что я видела, она высокая, она намного выше этих людей, ну, чуть ли не на метр выше этих людей. Просто сверху, как руку ложила, вот так, и как-то вот, как питалась им. То есть ресурс души выпивала, что ли, то ли заряжалась она ими. Мне детским умом это было сложно понять. Я просто видела, что это происходило. До меня ей дела не было совершенно. Это одна из охранных структур была, да. Когда ещё всё было хорошо, когда было два источника, это я сейчас помню. таких вот. Это первая женщина, помещённая в такое тело. Когда как бы старели люди, некоторые как избранные, чтобы служить дальше людям, помещались их души, их сознание в такие вот тела. Это какая-то высшая магия была, но плюс механика. Совершенно очень высокие технологии. Звездочёт там. Этим всем заведовал. Там был охранник со щупальцами какой-то большой спрут, там был какой-то сокол. Но это люди, только в таких вот функциях этих. То есть когда дальше хотели служить, состаривались, они как бы вторую жизнь получали. И их поддерживала вот эта вот вода. Вода поддерживала всех. Она была живая, ну и мёртвая, соответственно. Мёртвая почти не использовалась. И живая она потом благословлялась, как бы раздавалась всем. Она стекала с этой долины. Это как было, как... С этой горы, да, вниз долина текла. Типа Олимп, да. И там жили такие вот очень мудрые, умные люди. Не боги, люди. Правители какие-то, да. Долина правителей называлась. Да, да, да. И там вот туда приезжали с других. То есть, ну, планета большая, а это место одно. И там, типа, главный администратор был. Это не то, что правители. Вот, ну ладно. И там её сделали как охранницу для вот этих источников, этого источника. И там этот источник, это, по сути, был кристалл. Там на месте силы, там выхлоп. Вот вулкан, как из ядра земли вверх прошло. Там какая-то прям как столб какой-то алмазный реально. И вот на этом внутри, используя материал этого алмазного столба, был построен весь комплекс дворца. Там много башенок. Это почти природное. Вот эти вибрации ядра земли, магия, можно сказать, выход силы. И там вода, которая проходила через эти кристаллы, она свойство живой. И вот в одном месте там был перевёрнут такой кристалл, чтобы делать мёртвую воду. Тоже для каких-то целей, для медицинских. Вот если человек почти умер, либо сильно, либо там какое-то омертвение, ещё что-то. Выключить тело, чтобы перенести сознание. И это тоже. И потом просто вылечить. То есть тело как умирает, а потом живое оживает. То есть раны зарастают при этом. Оно как консервант. Там обратное время. Но жизни при этом нет. Но вот тело материальное как обратно отматывается. Вот. Соответственно. Ты продолжала. Дальше что было? Игралась ты. Я наблюдала за тем, что она делает. Она ничего не ела. Разве что вот руку ложила на людей. Всё. Иногда на эти статуи ложила руки. Она ничего не пила. Она ничем не занималась. Она постоянно бегала. Но какое-то время я замечала, что время от времени она куда-то уединяется. Это постоянно такой шипящий звук был, когда она на этом своём шасси, этими ногами, что это такое было. Вот так что-то. Она постоянно бегала оттуда. Я постоянно слышала. Она там, там, там находится. А было какое-то время, когда она уединялась. И я обращала внимание. Мне стало интересно, почему она уединяется и что она в тот момент делает. Мне там просто было нечем заняться. Совершенно. Ну, то есть эти статуи протереть, это условно говоря два часа в день, а остальное время я была предоставлена сама себе. Мне было интересно, что она делает. И я заметила, что она подходит к другому источнику. Там такая большая, как пробка. Только она тоже была из какого-то такого материала, да, как кристалл. Вот как, знаешь, графины раньше закрывались такими пробками, стеклянными. Вот такой какой-то стеклянной или кристальной пробкой вот было что-то закрыто. там чаша была вот так вокруг. Она набирала оттуда воды и она себя протирала вот в своей части, протирала не низ там, где был более механический, а верх там, где был более человеческий. Она как-то вот вверх-вниз был, вверх был, ну, больше как грудь, это всё как человеческая какая-то структура была. И она что-то как протирала. Мне было интересно, что это за вода, то есть это был совершенно не тот источник. Но никогда в этой чаше не оставалось воды вот вообще. Она её как-то использовала, она как вытирала, выпивала её. Она наберёт какую-то часть, потом закрывает этот источник, и чаша снова пустая. Как вот, знаешь, я не знаю, что она с ним делала. Впечатление, что она как на себя и внутрь принимала всю эту воду. Но это не выпивало ртом, это как, ну, я не знаю, как вставляло в себя какой-то резервуар внутри. Впечатление, что как внутри грудной клетки, как какая-то канистра и она туда вливала, понимаешь, вот эту воду. И за этот счёт, я не знаю. Мне трудно это понять, потому что у меня-то ум того ребёнка, когда я смотрю на эту ситуацию, мне просто страшно, что она внутри её грудь вот состоит как из проводов каких-то, и она эту воду заливает. Но мне было очень интересно, а это было по времени не часто. Условно говоря, там, ну, раз в месяц, или раз в какое-то время, я всегда как ждала за четыре года, знаете, что я там прожила или сколько я там прожила, у меня был какой-то период, я уже как выжидала то время посмотреть, что это такое происходит. Мне было интересно, каким образом она это использует, как это. И я заметила, что когда она открывает эту пробку и набирает вот в эту вот чашу воды, условно говоря, чаша эта старая, она как мраморная такая была, и в одном месте она как треснутая была, немножко не сверху на трещину, а полностью вот вся чаша как раскололась, и в одном месте как пропускала воду, и там вода скапывала на плитку вниз, плитка, полы были как плиткой какой-то, камнем, плиткой чем-то, обложены были полы, и вот туда капало. И я придумала, что в тот момент, когда она бегает, можно маленький, маленький, она была невнимательная к деталям, потому что это был не человек, у неё были свои функции, и я нашла какой-то маленький, как, я не знаю, как это сказать, мешочек, но это похоже больше было на какой-то курдюк, скажем так, который я как прилепила туда, к низу, большое что-то, оно бы там не удержалось, вот что могла найти, да, что могла найти из этой утвари, то нашла, и прилепила вот снизу, чтобы там собирались эти капельки воды, которые просачиваются, мне было интересно, я хотела руку свою, может быть, получилось бы как-то вылечить, потому что, когда я рукой, после того, как она выпила, я рукой провела по почти сухому, она уже ушла, выпила или залила себя вот этой водой, она ушла, я рукой провела вот по дну, там, где вот было, вот это вот, я почувствовала, как пальцы начали колоть, то есть я понимала, что это какой-то идёт процесс обратный, вот уже мёртвое моё тело на этой ручке, оно начинало как-то чувствовать, чувствительность какая-то возвращалась, знаешь, как вот тело отёрпло, а потом вот, вот если пережать, а потом раз-раз-раз иголочки такие, я вот это ощущение помню, и я думала, если я соберу эту воду, возможно, я ручку туда как-то промою или что, и она вся ручка, вот чувствительность не вернётся, потому что чувствительности уже не было в руке, и я ждала, пока она несколько раз хотя бы что там сделает, наберёт эту воду, чтобы в этот курдюк хоть капельку воды, он был такой небольшой, ну, как сказать, меньше, чем на пол-литра, совсем небольшой, и там этой воды накапало, ну, вот буквально вот так в него накапало, я не знаю, там пол чашки или сколько, совсем немножко этой воды было. Когда я отцепила этот курдюк, я очень боялась, что она увидит это всё, я очень боялась, что она меня, я её ужасно боялась, я помню постоянный страх, постоянное угнетение, я её просто жутко боялась. Я была одна среди этих мёртвых людей, которые не совсем мёртвые, и вот эта полуумная старуха-собака, которая бегает, охраняет территорию. Да, она была создана для того, чтобы охранять вот эти вот два источника, потому что, ну, очень много других, которые хотели бы захватить эту власть, этот источник. Некоторые, как, знаешь, не все же ждали, пока им с горы течёт вода, они хотели обладать самым источником, поэтому она была необходима, чтобы защититься, скажем так. Для этого её сделали, скажем так, но это первый эксперимент, когда женское сознание было в такое, да к тому же, уже безумное, с признаками слабоумия, казначейно стоялся, сука, его мама. Это было, да, и поэтому просто вот это безумие, которое уже старческое, какая-то деменция была, оно даже туда перенеслось, и она и дальше вот пошло безумие. Да, просто пошло развиваться вот это безумие дальше. Я собрала эту воду, её там было совсем чуть-чуть, я подумала, что можно руку намочить в эту воду, но я решила, что лучше я пойду и этого мальчика протру. Он был моим единственным другом. Я не подумала ни о чём, я просто хотела, чтобы мне было не так скучно, чтобы мне было не так одиноко, и я рукой просто намочила и протирала ту руку, которая здоровая, не та, которая больная, потому что я боялась, что я его заражу своей вот этой болезнью, чернотой своей, и я другой рукой, той, которая здоровая, намочила и протирала его. Но я боялась его заразить, вот я не знала, что со мной такое, почему эта ручка такая чёрная, как я могла к нему вот так дотронуться чем-то хорошим. Он действительно как со временем начал оттаивать. Вот прошло какое-то время, я не знаю, я сидела и ждала, я увидела, что глаза у него, как знаешь, как поволока какая-то, они были открыты, на уровне статуи, они были у него открыты. Но я увидела, как меняется, вот как знаешь, не варёный белок условно, а сырой белок. Наоборот, как вот жизнь какая-то, да, начинает в глазах. И тогда я поняла, что это ужасно. Он увидит меня такую ужасную, я одета, была очень плохо, на мне уже эти лохмотья какие-то, на голове это непонятно что, корзина, не корзина, всё торчком, я никак не одета. И эта рука у меня вообще изуродованная уже. И я поняла, что он такой красивый, тот, кого я считала своим другом, как он может меня такой увидеть? Что же это будет? Он не будет даже со мной. Я думала, что я его оживлю таким образом, и он будет со мной играть или разговаривать, у меня появится кто-то. А потом включилась женщина. И я поняла, что он даже не сможет и не захочет на меня обратить внимание. Я как недостойна, что ли, чтобы со мной дружить, потому что он такой весь, хороший, а я вот такая вот вся ужасная. Я думала, что так. Я спряталась. И он долгое время не понимал. Он искал меня, девочка говорил, чтобы я вышла. Девочка, девочка. Да, да, да. Чтобы я вышла к нему. А я как забилась куда-то в угол и вообще не выходила. Я знала, что вот утром, условно говоря, мне нужно уходить уже, чтобы заняться своей работой, потому что если бы меня не было, эта старуха бы на поиски меня отправилась. Зачем она следила? Это за территорией и за тем, чтобы я выполняла свою работу, а дальше она не следила, что я делала. И я понимала, что я даже поговорить с ним не могу, а мне нужно поговорить с ним, объяснить, чтобы он не высовывался, что там эта старуха полумная бегает, которая посмотрит, и он станет снова камнем. Я бы так боялась выйти. Я сказала, что у меня несколько часов не будет, пусть он отвернется к стене и подождет меня. Я потом приду, и мы поговорим или поиграем, если он захочет. Только я просила, чтобы не высовывался, никуда не выходил на то время, пока меня не будет. Я даже ничего не ела в тот день, потому что я слишком нервничала. Я помню этот день, как вода расхлюпывалась. Я держала в руке эту чашку, я нервничала, и я на себя эту воду проливала, на грудку и на ножки немножко, и сразу черные пятна пошли по телу. Но я очень переживала, я нервничала и пыталась держать какое-то волнение. Еще что? Дальше я пришла, и этот мальчик, я знала, что он принц. Я говорила ему, что он принц. Он говорит, что да, память-то не ушла, она была очень сильна. Мысли, ум и память, все было заторможено, текло очень медленно. Знаешь, одну мысль, условно говоря, самую простую, можно было 50 лет думать, условно. Это прошло 300 лет. Он начал спрашивать, что произошло. И я как могла рассказала, что людей нет, что царит хаос, что люди друг друга убивают, и все боялись там в долине. Он спросил, что произошло с источником. Я сказала, что воды нет. Мы называли это как мана, благословление, что-то вот, ну, условно. Снова же я тебе даю понятия, которые сейчас мой мозг знает. Как это тогда называлось, я не знаю. Просто мы называли это каким-то благословлением. Его нет уже этого благословления давно. И поэтому внизу там пошла какая-то разруха полностью. Да, только вода злая, это негативная, с обратного времени выходила в мир. И пошла полная деградация интеллекта, людей, нравов. Она как вот этот фонтанчик, из которого я набирала воду. Я так и говорю, оно как вверх, и вот сразу вниз так и идет. Она как в обычную воду, которую люди пили, и она добавлялась к источнику той воды, которая вот. И люди, да, деградации, они не умирали, но деградировали как-то. И пошло полностью как развал, знаешь. Только войны были, и все. И я рассказала о том, что у меня был отец, и была мать, и я рассказала о том, что у меня был братик, который умер, маленький совсем. Что могла? У меня жизнь была та очень маленькая до того периода, когда я попала. Мне по сути и рассказывать было не о чем. Мальчик спрашивал о старухе, и спрашивал, приходят ли туда люди. Я говорила, что давно не было никаких людей. Я видела только остатки людей, которые там, там, там лежали. Когда-то пытались. Когда-то пытались. Приходил, да, и пытались ее как победить, но уже давно этого не было. Она как эту тропинку, которая вот так серпантином вокруг шла, она как ее завалила и охраняла постоянно туда. Подобраться незамеченной было невозможно. Гора была, вот как кратер буквально, вот по ней очень сложно. Без тропинки по ней, ну, очень сложно было вылезти. И эта старуха, которая вот взглядом или криком, или чем, я знаю, утробный какой-то крик, это я уже потом слышала, от которого вот как жилы застывали, все застывало, кровь застывала. И этот мальчик сказал, что нужно найти оружие и ее как выключить, обезопасить. Но оружия там не было, она все была разломана. Если в дворце и оставалось какое-то оружие, она все была как изломана полностью. Я говорила, что это... Да, потому что это непростое, да, простой меч, там палка, она бы не помогла. Там к ней приходили и застывали, она всех убивала. Попытки были включить этот источник, тех, кто еще помнил как-то. Как это работало, да. Я спросила, какое оружие он хочет, этот мальчик. И он примерно рассказал, и я сказала, что да, я знаю, я видела такое оружие. Он спросил, где я видела. Я сказала, в доме моего отца, оно висело. И я рассказала, как найти дом моего отца. Я абсолютно не знала, как его найти. Я не знала той дороги, по которой мы шли. Я рассказала только ориентиры. Большая стала скала, как треугольная стрелка, вверх поднятая с острым шпильным. И внизу много деревьев, как вот составлял, и какой-то купол. Вот там внутри есть, если зайти в деревья эти, подойти к самой скале, там есть дом, вот в этом доме. И на таком уровне я рассказывала. Я не знала, как туда добраться. Я знала, что это внизу, там, где долина, вот именно, не на горе, не на какой. Но как пройти к этой местности, я не знала. Мальчик сказал, что он пойдет и принесет это оружие, и убьет эту старуху. Я очень просила его, чтобы он взял меня с собой, чтобы он меня не оставлял. Потому что я боялась там оставаться, и я понимала, что я там, ну, снова пропаду одна. Я осталась совсем одна, и я пропаду. А он сказал, что он обязательно вернется, и если я уйду вместе с ним, старуха бросится в погоню, и она убьет нас раньше, чем мы успеем куда-либо дойти. Это было самое ужасное. Когда он ушел, а я осталась снова одна. Я не знала, вернется он или не вернется. У меня был условно один друг, если можно его так назвать. Просто тот предмет, человек, не знаю, то, к чему я была, прикипела душой. И тут он ожил, вроде бы все хорошо, но он снова уходит. И он не берет меня с собой, это было ужасно. Но я понимала, что, скорее всего, он прав. Мне просто нужно было ждать, пока он вернется. И если у него получится убить эту старуху, тогда я буду свободна. Я не знаю, как его звали. Я называла его просто принцем без имени. Он меня просто девочкой без имени. Да, ты своего-то имени уже почти не помнила. Или вообще не помнила. Девочка просто. Просто девочка. Просто мальчик. Выглядит красивая сказка, если бы не переворачивала позвоночник до сих пор. Мутит. Я уже, вот мы как-то начали вспоминать, мне три уже, я не могу никак совраться. Битва вслепую, потому что уже и уши, и глаза, ничего не видят из ушей. Кровь-то, было весело. Как всегда. Ну ладно, я немножко вперед забегаю. Мальчик-то вернулся? Да, мальчик вернулся. Долго его не было, но он нашел то оружие. Я как палочки какие-то солнышко считала. Даже не помню, дни это были или сутки, но я считала каждое новое солнышко на небе. Оно не утром появлялось, оно появлялось в какое-то время, условно говоря, ну как знаешь, несколько часов, там в день светило. Да, вот, потому что до этого не было темно, горы были. И я, как солнышко вот тут, и потом, пока она заходила, это для меня один период был, вот несколько там часов, сколько оно вот шло по небосводу. Я считала солнышко, сколько солнышко, и его не было. Китаруха это не считала свои вот эти трофеи, она почему-то не понимала. вот как знаешь, она подходила туда, 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 она не ко всем подходила рукой, а вот я боялась, что она зайдет туда, к этим вот людям, которые стояли, мать, отец и ребенок, этот парень, что она к ним зайдет, и она увидит, что его нету, и тогда она поймет, что я что-то сделала неправильно. Она туда не заходила, она еще помнила, что это правитель, у нее на подсознании был некий страх уважения. Да, она ими не питалась, нет, она их не трогала, а вот остальных всех, вот она выдаивала. Выдаивала, да. И этот мальчик был единственным, пожалуй, кто помнил, что это такое, с чем это едят, какое-то образование было. И вот этот вот архи маг. Мужчина, женщина, мужчина, женщина и мальчик, вот эта вот королевская семья, которые от ее крика или от ее взгляда стали каменными, она с них не снимала потенциал, они втроем могли бы помнить, но я оживила только мальчика, у меня не хватило ресурса, воды не хватило на то, чтобы всех оживить. И все остальные уже были, ну, на том стадии они уже выдавлены за эти 300 лет были, что уже просто снимали полностью, знаешь, уже как та жизнь была отмотана, уже намного глубже она слои съедала. То есть всю наработку, всю память, весь потенциал той жизни она уже съела, она уже глубже пошла жрать, разрушать их душ. А вот этих троих она не трогала, в этих троих еще были вот наработки того, воплощения, память того воплощения. Но я не смогла бы всех оживить, там той воды было совсем чуток. Могла бы сама выпить. Я бы осталась без друга. Ну, потом бы и на друга, наверное, бы. Ну, что делать бы? Было как было, и было неплохо. Мальчик этот долго плутал по побережью, но потом нашел. Потому что ориентир был абсолютно, оно глупый. Скала торчит, и все, где эта скала торчит? С какой стороны этой большой горы эта скала? А я не умела, а я не умела рассказать, я-то не знала. С какой хоть стороны света, да? Ну, ничего. Какие-то рыбаки там были. Рыба. Ну, ладно. Зато потом это весело. Там этот щит, он единственный, который мог это волновое оружие, эту волну как-то на другую частоту. То есть принимала на одной частоте и отражала на другой. Переотражение, но уже на другой частоте происходит. Это экспериментальное оружие было, только появилось вот это оружие, и ей сразу вставили в нее, в эту охранную функцию. По идее, надо было бы мужику, но вот ей первый эксперимент с женщиной, блин. Там, знаешь, как этому звездочету жалко было, что его мать уходила, и он хотел продлить жизнь своей матери таким образом. Это кто-то из своих, либо это казначей, либо этот звездочет, блин. Ну, кто-то из них, да. Кто-то. Кто-то свой. Своей мать туда, да. Кто-то своей мать туда, да, как настоял, чтобы перенесли, и вот это было ошибкой, да. А мой отец, это был как, знаешь, продолжение какого-то. Вот когда-то там раньше был оружейник, когда-то еще, при том, как правители все были. Какой-то техналь, он не столько теоретик, как архимаг, который все это делал, проектировал, а это вот исполнитель. Техналь какой-то, да. Да, и потом уже прошло, это много поколений прошло с тех пор, очень много поколений прошло. И мой отец это уже как сказку воспринимал. Он не знал разработки, не знал, как это сделать. Это у него сохранилось просто как память. Вот стеклянный меч стоит, который, в принципе, можно разбить любой палкой. Он, да, да, не знал, для чего это нужно. Это условно, бронежилет бесполезен против лазерного оружия. Это вот было именно защита от такого волнового, лазерного и прочего оружия. То есть такого оружия уже не было. Это чудо, что у него это сохранилось. И странный меч, в который можно смотреться. Он был вот так изогнут. Я знал, что нельзя на нее смотреть, да, но я смотрел через этот меч. Он так щитом закрывался. Ты это помнил, что нельзя на нее смотреть. И, кроме того, я тебе говорила, у меня вот этот вот козырек на голове, который я боялась снимать, чтобы не встретиться с ней взглядом. Гаргона, ну она цедеврация. Цицера. Как-то вот так у нее ее звали. Первый раз я сказал, сейчас уже ускользает. Имя. Ну вот, тем мальчиком я оказался. прыгал долго. Если бы поспитнее пару раз прилетело, не успел закрыться. и если бы не вот этот вот опыт тела, которое уже было замороженным таким образом, то я бы и так нервно сетен с трудом, но я двигался. исчез сразу, да, но ты с трудом двигался. Да, да, да. Мне парализовало. Остатки той воды были, которую ты выпил тогда, вот когда я тебя или выпил, или я тебя протерла. Уже некий иммунитет был, ничего. Да. И поэтому... Я помню только, как ты ее убил, ты ей вот это вот, ну, как резервуар, это в горле, вот мешок, что это такое, ты ей проткнул вот это вот, и оно как вылилось, и все, и она как потеряла все, силу потеряла, у нее не было больше. Но я также помню, что ты умер после этого, она тебя очень сильно покромсала, когда я с ней бил. Ну, я долго прыгал, да, она там вокруг разлетались стены, и... Ты вот, ты не видел, как на нее нападать, а она вот закрывалась, ты закрывался этим мечом и... Шитом. Вот этим щитом, да. Я его вижу, как, блин, большой панцирь черепаший, условно говоря. Многослойные, там такие пластины, какие-то многослойные, как, не знаю, броня сейчас в современных танках, многослойные. И там то же самое, то есть это... Эти все статуи потом просто рассыпались. Они распались на куски, вот в тот момент, когда и она погибла, и они распались на куски, просто все. Я уже ничего с ними не делала, и просто души этих людей, которые были заточенные, они ушли, и все. Ну, смотреть было прикольно и выскажу на это изображение, как она подходит. Надо было подманивать, она дистанционно била. Было весело. Я не могла открыть сама эту крышку. Ты уже погиб. Тяжелая она была. Паника. Ну, вот этот вот... Да. Ну, то, что запихивалось в то, чем был забит... Заглушку, да. Заглушку. Я не смогла его сама открыть, а ты уже был мертв, и она была мертва. И я просто смотрела, как вот... И пропал. Пока я умру, и все. был открыт только источник этой мертвой воды. А вот тоже я не смогла открыть, чтобы спасти, допустим, тебя, если бы на тебя той водой брызнуть живой, возможно, ты бы ожил. Но у меня не было сил. Кто-то другой когда-нибудь открыл бы какой-нибудь любознательный запас? Я... Я хотела его открыть, и я знала, что я могу тебя спасти, если я смогу эту пробку вытащить. Но я не смогла ее ни разбить, ни вытащить. И больше взять там эту воду живую было негде. Я понимала, что протирать больше статуи не нужно. Ты мне объяснил, зачем я их протирала, что на самом деле из-за этой протирки тело не разлагалось, и душа не шла на инкарнации. Не уходила душа, а она питалась этой душой. И я уже перестала это делать, когда уже все погибли, ты и она погибли. Я уже не протирала эти тела, они рассыпались в прах очень быстро, там буквально несколько дней и они рассыпались эти скульптуры. Я просто там сидела и ждала, пока умру. Я руку свою засунула дальше в эту воду, когда уже поняла, что все, спасаться незачем и никто меня там не спасет. Спуститься одно, идти искать людей, я понимала, что я вряд ли дойду. Те пятна, которые на мне были, она расползалась дальше. Я просто как зашла на себя этот фонтан Быстрее умереть. И все. Красивая сказка. Очередная. Только мутит немножко. Красивая, наверное. я эту девочку так помню, которая выдумывала истории, приходила и пока мыла эти статуи и каждому что-то рассказывала, потому что там с ума свыкнуться можно было. Мальчику тоже. Как бы видеть, но очень медленно думать, не мочь среагировать никак ни на что. пусть это не 300 лет у него это было, но три года даже. Немало. Очередное воспоминание. У меня эта рука не работала нормально, я не могла одной рукой разбить это. Я помню, как я эту пробку пытаюсь разбить, как-то вытащить не получается, сил не хватает. Да, даже ухватить с двух сторон не получается. Поддеть нечем, ни палки, ничего, да и круглое все. Надо просто взять с двух сторон было. Ручонка маленькая одна, да, чтобы так как-то. Ну ладно, оно и не надо бы. Наверное. Тот проект мы остановили паразитарной вечной жизни. Фиксики свое дело сделали, пусть не сразу мы сделали. Ладно. Отдыхаем. Всем пока. Пока.